Все, ваше номер. На первый взгляд, для непосвященного это обычные дети, но за каждым из них совсем не детская история. В свои 16, 14, а самому младшему 9 лет, они познали, что такое зависимость от алкоголя и наркотиков. Юлия, имя девушки изменено, проходит лечение в наркодиспансере уже второй раз. На протяжении года она употребляла смертельно опасный синтетический наркотик. Говорит, затянула плохая компания из школы. Юлия уверена, что она больше не вернется к пагубной привычке, но сложно сказать, насколько осознанно ее решение. Синтетика, по словам специалистов, искажает сознание, угнетает еще неокрепшую нервную систему и разрушает клетки мозга. Отдает ли отчет своим действиям другой наш герой, 15-летний Сергей, который употреблял запрещенные растения, тоже не до конца понятно, даже специалистам. Ну, нашел в интернете рецепт, как поразить, и все. Потом я съел, и это было два месяца назад. Потом еще понравилось и захотелось, и все. Нас поймали, и все. Эксперты говорят, употребление наркотиков среди подростков распространенное явление. Только на официальном учете в диспансере состоит несколько сотен детей. Сценарий, как правило, один. Плохая компания, алкоголь, либо летучие вещества. И, как итог, психотропные. Доходит до того, что дети сами заказывают в интернете закладки или даже воруют их у потребителей. Страшная реальность пациентов наркодиспансера, говорят специалисты. Они призывают взрослых, не доводите до такого. Следите за своими детьми. Общайтесь с ними. Когда нет выстроенных взаимоуважающих отношений между родителями и детьми. Когда нет понимания, когда родители не живут интересами детей. Многие объясняют нам этим, что у них просто не хватает времени заниматься с детьми. И тогда тревожный сигнал всегда, мы объясняем родителям, когда ребята начинают забрасывать полезные увлечения. За год в наркодиспансере региона для несовершеннолетних проходят лечение порядка ста юных зависимых. Оказывают и медикаментозную, и психологическую помощь, стараясь вернуть детей в социум и к нормальному образу жизни. Правда, сделать это порой очень сложно. Все время появляются новые виды наркотиков, впоследствии от которых специалистам даже оценить удается не сразу. Не то, что лечить. Знакомство с опасными веществами, говорят наркологи, лучше совсем не допускать. И в этом смысле лучшая профилактика – забота и любовь к своему чаду. Никита Ромаков, Алексей Фризин. День с толком.